Девочка на меня велась, кайфовала, а потом нажала его своему парню, мол, я себе много позволяю, скоро будем вторым разбираться в этой ситуации, как себя вести. Так, значит, вот это очень интересно. Значит, девочка, много такого спрашивают, значит, там туда-сюда и нажаловывают своему парню, значит, что она делает, надо понимать, что она делает, она, сучка, стравливает тебя с ним. И у них на это стоит, когда два мужика пиздятся, у них на это стоит, да. Девочка стравливает тебя с этим парнем, и от этого будет кайфовать, она, любая женщина хочет за себя вот это вот, чтобы кипиш был. И, кстати, у Сапольского в книжке прикольный описан случай, как это еще от мартышка пошла стратегия, значит, он верветок исследовал. Там у них была ситуация, что, или кого-то я не помню, может, они верветок, но, в общем, смысл в том, что самка стравливает двух самцов и идет заниматься сексом с третьим. Эта стратегия у животных есть, значит, соответственно, у наших человеческих самок она тоже есть. И получается, что ты сейчас вот в такой ситуации, что ты наткнулся на древний шаблон поведения. Вот у нее сейчас начинает работать древний шаблон поведения. Она стравливает тебя с другим. Зачем? Чтобы пойти с третьим. Вне зависимости от того, какой будет результат. Это не имеет значения. Какой бы ни был результат, она в выигрыше. Потому что она вас стравила. Как выходить из этой ситуации? Ну, первый момент, правило мастера, да, вообще золотое правило мастера, звучит так. Я не воюю за женщин, женщины воюют за меня. То есть, я не буду ни с каким чуваком воевать за телку. Потому что это неправильно. Она вообще по всем параметрам нарушает все правила. Отношение между тобой и ей, это отношение между тобой и ей. Если она еще кого-то в это вмешивает, да, то она хочет отношения на троих. Зачем тебе входить в отношения с ее парнем? В любые вообще, какие бы то ни было. Но если ты бисексуал, то, конечно, можно это сделать. Вот. Но это не так, да. То есть, единственный вариант это слиться с этого 100%, сливаться. Потому что вот она жалуется своему парню, да. Типа, ты много позволяешь. К тебе начинает лезть парень. Ты говоришь, чувак, извини, я не по мальчикам. Просто вот ты меня не интересуешь. А там, а что ты там ей там сказал? То, что ей сказал, это между нами. Между мной и ей. Вот. Все. Вот это важно понимать. Любые твои отношения, что бы ты кому-то ни сказал, это между тобой и этим человеком, которому ты это сказал. И ты будешь решать с ним это. Если у нее какие-то вопросы ко мне, то пускай это мне говорит. Ты здесь при чем? Это важно понимать. Вообще говоря, люди серьезно это всегда понимают. Даже, знаете, даже в законах разных там, старых древних законов, воровских, это тоже четко прописано. Если у тебя отношения с бабой, то если кто-то в них полезет, это будет совершенно не по понятию. Не может человек лезть в отношения между тобой и бабой. Соответственно, это твои отношения между тобой и бабой. Если в них вмешивается какой-то другой, там, свой парень. Что значит ее парень? Ее парень. У него что на нее купча есть? Она рабыня? Нет. Она свободный, она независимая личность, он независимая личность. Да? Это две независимые личности. Если они живут еще в ауле, то как бы извините. Мы живем в 21 веке, где нету купчих, нету рабов никаких, нету никаких своих парней. Нету никаких своих женщин. То есть, если, допустим, если бы мы жили в 20 веке или в 19 веке, там, в принципе, можно было бы такую предъяву получить. К тебе приходит человек и говорит, слушай, ты мою рабыню выебала, она моя собственность. Какого черта? Ты такой, извини, братан, я не знал, что это твоя собственность. Покажи купчу. Он показывает купчу и говорит, вопросов нет. Но сейчас никаких купчих нет, никакого рабства нет. Я ебу кого хочу. Хочу ебу. Все. Это мне не важно, да. Значит, какие-то там отношения. Если у тебя с ней отношения, а он, значит, вдруг влазит в какой-то момент, это означает, что он просто хочет к вам в кровать. Хочет вот лечь ей втроем, чтобы у вас что-то было. Это единственный вариант, в котором он может в это влазить. И вот тут уже, в принципе, ты как бы решаешь. Стоит тебе в это ввязываться. Вот в такие отношения. Соответственно, сливаться. Сливаться с каких-то разборов с каким-то левым челом, связанным с твоей тёлкой или с его тёлкой. Не важно, как это идентифицирует из вас, кем кому приходится. Это не важно. Да, да. Для кого-то из вас это очень слишком ноу-хау. Информация уровень просто пиздец, фрутнибация, какой ноу-хау, да. Ну, что делать? Вопросы я читаю с ватсапа. Ватсап 495-414-3569. Он всегда указан у нас везде, где мы бываем. Ну, в телеге, там, в инстаграме и так далее. Заходите и пишите на ватсап, потому что вопросы я читаю в основном с ватсапа. Значит так, вопросы высеры я сразу пропускаю. Вопросы, значит, с восклицательным знаком и так далее. И я буду читать только те вопросы, которые имеют статус вопроса. И которые не на казахском, потому что вы сами знаете, что на казахском в последнее время он начал много чего получать. И это вообще, конечно, очень смешно. Спасибо.